Сибирская медиагруппа Мы были в Донецке, там мы и ночевали и выезжали на второй день в город Волноваха. Планировали посетить Мариуполь, но туда поехала отдельная группа фото корреспондентов и операторов. И также планировали поездку в Луганск, но не получилось, так как там начали простреливать дорогу. Как там живут люди? Что ты видела своими глазами? Расскажи нам. Ну, живут, наверное, это громкое слово. Люди сейчас там буквально выживают. На самом деле, вот Волноваха, ее вроде как уже освободили, но люди до сих пор боятся выходить из подвалов. Те, у кого разрушен дом, поехать некуда. Живут в каких-то убежищах, вот, например, в Волновахской больнице. Сейчас большое число людей. Готовят на костре, там же греются. Спят под несколькими одеялами, чтобы хоть как-то согреться. Так и живут. Пытается ли кто-то уехать? Какие-то попытки? Кто в этом помогает, способствует? Да, люди пытаются уехать огромными толпами, пока мы проезжали пункт пропуска через границу. Там было просто бесчетное количество машин. Ждут они своей очереди по несколько дней. Вот мы общались с двумя местными жительницами из Мариуполя. Они рассказывали, что они шестые сутки стоят на трассе, чтобы только переехать через границу. Некоторые обосновались в палаточном лагере. Некоторые живут прям в своих машинах. У половины машин нет стекол, лобовых, боковых. Едят то, что приносят либо военные, либо другие жители, которые возвращаются с пункта пропуска. Там приносят горячий чай, какие-то медикаменты, еду. Но, к сожалению, вот те, у кого есть возможность, они уезжают, а многие люди остаются. Но вот даже не в плане того, что им, возможно, некогда уехать, они просто говорят, вот здесь наш дом, а к дому мы уедем. А те, кто пытаются, они куда? В Россию? Ну, вот с кем мы общались, да, в основном в Россию. И такая огромная очередь. А в чем сложность? Почему настолько много желающих? Или почему так долго все это тянется? Ну, честно, я не знаю, почему так долго. Ну, наверняка, потому что силы не резиновые у тех, кто работает в этих пунктах. Многие говорят про гуманитарную катастрофу. Действительно ли так? Есть ли у людей еда, продукты первой необходимости? Есть ли горячее питание в целом? Что там ты видела? Ну, скажем так, то, что я видела, вот с кем мне довелось пообщаться, я не увидела, что там прям много еды было какой-то. То есть у меня есть фотография из подвала дома, где раньше располагался штаб ВСУ. И там в подвале какие-то консервы, какие-то кастрюли. И это больше похоже не на какой-то гуманитарный груз, а скорее вот то, что было у людей из продуктов, то и повытаскивали. Какие-то булки хлеба, причем там сыра, грязная, антисанитария полнейшая. Ну, представьте себе, сырой подвал, и там вот на столе, получается, они обосновали небольшую кухню, и там все вот в грязи, какая-то булка хлеба лежит. Насчет медикаментов, в аптеках закончились жизненно важные препараты, но мы разговаривали с главой ДНР Денисом Пушилиным, который пообещал, что Минздрав сейчас разрабатывает списки, и они будут переданы в форме гуманитарного груза. В больнице сейчас тоже сложная ситуация, во-первых, там половина оборудования уничтожена во время обстрела, медсестры и другие работники продолжают вытаскивать технику, какую могут из-под завалов, очищают кабинеты, но лекарств недостаточно, то есть вот чем могут, тем лечат, но когда-то это закончится. Но я надеюсь, что в ближайшее время все необходимые лекарства им поступят. А даже я слышала, что вот медицинское оборудование новейшее, оно тоже все разрушено под обстрелами, под бомбежкой. Я не знаю конкретное наименование оборудования, которое там было уничтожено, но я просто видела, как с окна свисает компьютер, допустим, здесь валяется системный блок. Там был кабинет, где проводят компьютерную томографию, он просто весь расстрелянный. Я не была внутри, но я думаю, что там мало чего осталось от него. С техникой там сейчас действительно туго. А вот дом, где были пленные, это в каком городе? Это тоже город Волноваха. Вот расскажи поподробнее, я знаю, что вы общались с пленными, вот что они говорят, потому что вот дедушка, ты прислала видео, его комментарий, который был в плену 2 недели, чуть не погиб, я так понимаю, тоже. Как он жил и как другие жили и до сих пор там живут, вот что они рассказывают, какие у них после всего этого чувства? Ну вот как раз таки, как я уже рассказала, они сидят только с утра. Ну представьте картину, люди 6 человек, вот стулья какие нашли, сели, разогрели мангал, собрали бумагу, жгут ее, так и греются, потому что мы приехали, там было довольно холодно, хотя весна. По его словам, вот как только началась спецоперация, там обосновали штаб ВСУ и в соседних зданиях сделали укрепрайон. За многоэтажкой, где проживал как раз этот мужчина, был танк и другая бронебойная техника. То есть он выкатывался, стрелял в поле, если там было наступление, и закатывался обратно. Получается, вот эта жилая многоэтажка, она была как щит. ВСУ прекрасно знали, что там есть люди, они заперли их в подвале. Люди там ходили в туалет, люди там готовили, люди там жили. Там были не только взрослые, там были дети, там были инвалиды. Помогали друг другу. Вот рассказывала там одна женщина, вот у кого что было там из продуктов, кто что с собой взял. Готовили в одной большой кастрюле. Всем помогали. Сейчас те, кто смог уехать, уехали. Те, кто не смог, там вот продолжают жить. Мать Александра, вот как раз одного из местных жителей, при нас поднималась наверх, чтобы отдохнуть. Там, я не знаю, как они остаются в этих квартирах, потому что там дыры везде. То есть там прям серьезно задувает. Но все-таки дом, наверное, есть дом. По поводу Волновахи, по поводу больницы, вот расскажи, с кем удалось пообщаться, как там сейчас живут врачи, потому что они приняли на себя, так скажем, очень серьезный удар. Им пришлось остаться лечить раненых. Вот что они говорят? Ну, они продолжают оказывать помощь, ходят все на работу. Те, у кого нет укрытия, живут в подвале вместе с другими людьми. Ну, одна из медсестер, Валентина, которая работает 58 лет. Представьте эту цифру. 58 лет женщина работает в одной и той же больнице. Она стала для нее настоящим домом. У нее в марте был день рождения. Сидели они в подвале, отмечали ее праздник. На утро она узнает, что у нее нет квартиры, она сгорела, туда попал снаряд. До сих пор женщина там сейчас и живет в больнице. Мы у нее спрашивали, почему вот вы не уедете. Она говорит, а куда я уеду? Здесь мой дом. Мне некуда ехать. У нее подруга погибла. Она работала в местном дворце культуры, а Валентина ходила туда петь. Спела нам песню, и честно, в этот момент у меня просто слезы потекли. Я не смогла стоять и смотреть в ее глаза. Я даже не знаю, как это объяснить. Но вот я стараюсь всегда примерять историю своих героев на себя. Каково было бы мне в этот момент? Если бы я осталась без дома, если бы мне нечего было надеть, если бы у меня погиб друг или подруга, я не знаю, как бы я пережила. В этих людях столько смелости, столько храбрости и столько силы. Они, когда мы с ними разговариваем, они улыбаются, что-то нам рассказывают. Это нужна большая сила духа, я думаю. Не сломаться. Как ты думаешь, что больше всего они сейчас хотят? Я думаю, они хотят быть в безопасности, чувствовать себя в безопасности. Это самое главное. Быть сытыми, знать, что твои родные в порядке, знать, что у тебя есть еда, знать, что у тебя есть будущее, знать, что ты сможешь вернуться в свой дом и знать, что у тебя никто его не отнимет, что ты не выйдешь с подвала или откуда-нибудь из гостей, а у тебя сгорела квартира. Элементарные, простые вещи. О которых мы, причем, даже не задумываемся обычно. Да, конечно. Как ты думаешь, в ДНР, в ЛНР у жителей стоит вопрос такой политической самоопределенности? Они задумываются. Что теперь? С кем я разговаривала, честно, таких вопросов не возникало. Почему? Потому что единственное, что для них сейчас важно, я думаю, это безопасность. То есть этот вопрос нужно будет решать, но потом, не сейчас. Ты общалась, и вообще другие журналисты общались с главой ДНР. Что вы услышали от него? Рассказывала про вообще ситуацию в ДНР. Какие территории освобождаются, на какие будут держать путь. Вот он привел пример, что планирует освобождать Авдеевку от нацистов. Вот что тебя шокировало в этой командировке? Что меня шокировало? Ну, во-первых, меня шокировало, когда ты лежишь в кровати, и ты слышишь, как за окном доносится грохот. У меня родители живут в Алеське, там же военная часть рядом. И, соответственно, там часто бывают учения, и слышно, как раздаются вот эти вот взрывы снарядов. Но одно дело, когда это учение, а другое дело, когда там в этот момент погибают люди. И вот когда я была в гостинице, первое, на чем все поймала на мысли, что это не учение. Это реально там кто-то сейчас умирает. А ты это даже не соотносишь. Более того, для меня, наверное, было страшно в первую ночь, как под этим спать, как вот люди вообще засыпают под звуки снарядов. Нам советник по правам ребенка в ДНР, Элеонора Федоренко, рассказывал, что дети научились различать снаряды по звуку. То есть калибр, вернее, этих снарядов по звуку. Они могут крикнуть матери в окошко, мам, я еще немного поиграю, это там далеко грохочет. Понимаете, до чего дошли? Люди уже свыкаются с этим. Разве это нормально? Нет, конечно. Меня шокировала история, когда в последний день, когда мы должны были уже возвращаться обратно в Ростов, рано утром в 9 километрах от нас взорвали многоэтажку. Там погиб один человек, четверо пострадали. И вот видео появилось там, полуторагодовалого ребенка на руках поносит. То есть это было совсем рядом. Они же могли бомбануть в любую точку. И ты там тоже мог быть. Мог быть и погибшим, и раненым. Это тоже устрашает. Но, наверное, самое страшное, это когда мы приехали в Волноваху, мы едем, и там просто идет забор, забор, забор. И половина домов, либо вообще нет там ни крыши, ничего. У некоторых окна выбиты, некоторые просто равняются с землей. Ну, вот где ты еще такое видишь? В учебниках такое не покажут. Когда я увидела фотографии трупов военных, которые складированы за больницей, вот это меня тоже шокировало. Думаю, что еще будут мне сниться. Не снились еще? Пока что нет. Я честно, мы так уставали, что я приезжала в гостиницу, я ложилась спать. Все журналисты сразу работали, а я вставала рано утром. Потому что по моим часам, например, все ложились спать, грубо говоря, в 12, по моим часам это 4 утра. У меня вообще биологические часы не справлялись. Обычно, знаешь, отрабатываешь на своем максимуме, а потом уже понимаешь по приезду, где ты была, что-то и тебя накрывает. Вот так обычно бывает. Да, не сразу осознаешь. Мне кажется, что до меня даже не дошло еще это осознание. Но мне было страшно от мысли, что люди-то там останутся, им придется как-то жить, им придется все как-то восстанавливать. Вот, кстати, насчет восстановления глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Волновахе будет построен отдельный микрорайон, быстровозводимый, в который смогут по-быстрому переселить людей, пока будут восстанавливать их дома. Мы, кстати, пока проезжали на микроавтобусах, видели, что многие люди уже начали этим заниматься. Кто-то там пленку натягивает на крышу, кто-то вот просто с нуля строит свой дом. Собрались все вместе мужики, по несколько человек. Жизнь продолжается. Там сейчас обсуждается вопрос образования детей, потому что с 23 февраля они вообще не учатся никак. Ни дистанционно, ни очно. Дистанционно, потому что техники нет, половина. Вот. Жизнь как-то продолжается, и люди молодцы, то, что они не сдаются. Такой финальный вопрос. Как-то твой мироощущение, твоя позиция, она изменилась. Одно дело, что мы видим, да, на экранах, можем не доверять, потому что мы не сами это видим. И другое дело, когда ты вот собственными глазами это все увидела, и вот что-то изменилось в тебе. Единственное, что, наверное, поменялось, то, что, ну вот, когда ты видишь это по фотографиям, это совсем не то. Когда ты видишь это вживую, у тебя внутренний мир сто процентов перевернется. Мы с коллегами на обратном пути разговаривали, и был такой вопрос, что, а вот мы можем говорить, что мы побывали в зоне боевых действий. Кто-то сказал, ну вот как ты думаешь, в девяти километрах от тебя взорвали дом? Был ты в этой зоне или нет? Конечно, мы там побывали, все журналисты в шоке. На обратном пути мы молчали, особо не разговаривали, но уже все были подуставшие. И знаете, еще такой страшный момент, вот едешь в микроавтобусе, слушаешь радио, мы там включали, и в один момент начинают говорить голос, призывающий украинских военных сдаться. То есть они вот такие послания по радио передавали. И сразу вот вспоминается Великая Отечественная война, когда также по радио передавали какие-то важные сообщения. То есть ты даже не до конца даешь себе отчет, что это все по-настоящему происходит. Спасибо, Аня, большое, что на протяжении практически всей недели ты была нашими глазами.